В гостях у нас очень важный гость, который расскажет об очень важной теме подробно. Если есть вопросы, звоните уже сейчас. Да, и как мы обещали в нашей студии, главный врач нашей области, руководитель управления здравоохранения Ктюбинской области, Калиф Асет Аскерович. Доброе утро. Здравствуйте. Пригласили мы вас поговорить о нашей сегодняшней теме. Говорим мы сегодня о инвалидах, с вами непосредственно о медицинской реабилитации. Ну и сразу же, наверное, первый вопрос о доступности. Доступны ли поликлиники и больницы нашего города для инвалидов? Созданы ли условия? На сегодняшний день в Ктюбинской области 22 тысячи инвалидов состоят на учете. Из них дети-инвалиды, это 2209. В принципе, в поликлиниках и в стационарах города и области на сегодняшний день созданы необходимые условия для того, чтобы эти лечебные учреждения были доступны для лиц с ограниченными возможностями. Это соответствующие пандусы, двери без порогов. Ну и, конечно, для того, чтобы записаться к врачу, попасть к врачу без очереди. Все необходимые вывески для того, чтобы их пустили к врачам, у нас вывешенных в каждом лечебном учреждении. И, в принципе, я считаю, что для нашей области доступность медицинских учреждений для инвалидов, в принципе, соответствует нормам. Насколько я даже знаю, что был введен звонок, видеозвонок для людей с нарушением проблемы речи и глухонемых. Да, это так. Он работает? Работает. Кроме того, в каждом лечебном учреждении имеется в виду амбулаторно-поликлиническая помощь, кто занимается. У нас работают социальные работники. На сегодняшний день в Октябрьской области работают 123 социальных работника. В функции социальных работников входят помощь для лиц с ограниченными возможностями. То есть, если человек находится в постельном режиме, он не может двигаться. Родственники тоже заняты. В таких случаях они могут вызвать социального работника. В функции социального работника входит доставка лекарственных препаратов, помощь определенных. Допустим, за них могут какие-то дома необходимые, коммунальные, если там потребность есть, помощь. То есть, помогает во всем. Ну, вернемся мы еще к этой теме. К нашей беседе присоединился телезритель. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро, уважаемый ведущий. Доброе утро, уважаемый гость. Меня зовут Евгения. Вы знаете, я с проблемой хотела бы обрекватить. Мы вас внимательно слушаем. Дело в том, что, конечно, представитель такого высокого чина интересно рассказывает об оснащении медицинских учреждений, о всех новшествах. А вот как быть нам, рядовым жителем, когда при обращении в государственное учреждение по прописке врачи зачастую грубят, врачи некорректно ведут себя. Если, допустим, я обращаюсь к врачу, остается 15 минут до конца ее приема, она в детской форме мне говорит, все, прием закончен. Вы знаете, нет заинтересованности у врачей. Мы все понимаем, мы же тоже люди, что, допустим, какое-то неудовлетворение заработной плате. Но этот вопрос нужно решать. Спасибо большое. Это вот вопрос, наверное, уже этики и диентологии. В принципе, уже когда с тиражинские годы до получения необководимого диплома, который позволяет, ну, дает возможность доступ к врачебной деятельности, ведется работа с медицинскими работниками по привитию, принцип этики и диентологии. В принципе, врач не имеет права никогда грубить, даже если врач занят или некогда ему, или, ну, настроение. Хорошо, но таких случаев немало. Есть такие факты, мы не отрицаем. Зачастую те жалобы, которые обращаются к нам в областном управлении здравоохранения, при анализе почти где-то около 70% жалоб связаны с тем, что нарушается, в принципе, этики и диентологии. Мы в этом направлении ведем работу с медицинским персоналом. Но, к сожалению, пока такие факты у нас есть, но вот телезритель звонит, если такие факты есть, они могут непосредственно обратиться к главному врачу того лечебного учреждения, где имелся такой факт, или в областном управлении здравоохранения мы примем соответствующие меры. Ну, прямо сейчас я предлагаю прерваться на рекламу, после которой вернемся и поговорим о реабилитации медицинской людей с ограниченными возможностями. Не переключайтесь. Есть у нас в студии гость, также есть и звонки, но хотим сначала вопрос задать, Ася Таскарович, вот мы говорим о реабилитации, напоминаем, что мы говорим о реабилитации, а вообще теме инвалидности и насколько уделяется внимание с медицинской точки зрения, Ася Таскарович, вот насколько есть гарантированная медицинская помощь, об этом поподробнее. Реабилитационная помощь входит в объем, гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, вообще реабилитация это очень важное направление, конечно, в последние годы очень многое сделано в сфере здравоохранения, введены очень множество высоких технологий, вплоть до сейчас пересадки органов делаются, но одно из важных направлений это реабилитация больного, после того, как выполнены определенные объемы оперативных вмешательств, его надо восстанавливать. Допустим, после эндопротезирования, замене сустава и так далее. Для этого в нашей области, конечно, созданы необходимые условия. Вообще реабилитация делится на раннюю, продолженную и позднюю реабилитацию. Ранняя и продолженная реабилитация, она проводится практически в каждом лечебном учреждении. Допустим, прооперировали пациента, уже ранняя реабилитация, это передвижение пациента и так далее, помощь в поднятии там. Все это проводится в лечебном учреждении. Продолжено также до выписки в лечебном учреждении, а поздняя реабилитация, она проводится в реабилитационных центрах. На данный момент сколько у нас в области насчитывается? Реабилитационных центров два. У нас Ахбубек, она чисто для детей. И второй реабилитационный центр, который ввели в эксплуатацию в 2013 году в рамках государственного частного партнерства, это клиника Дару. Вообще, это реабилитационный центр Дару. Есть возможность проводить реабилитационные мероприятия как для детей и для взрослых. Вообще, таких центров в республике нет только у нас в Актюбинской области. Да, есть реабилитационные центры в Астане, реабилитационные центры, но он только направлен для реабилитации детей. Но они оснащены всем необходимым. Значит, и Ахбубек, и в зависимости от тем профилем, по каким они занимаются, и реабилитационный центр Дару, особенно Дару, он оснащен всеми необходимыми медицинскими оборудованиями, и все они соответствуют, можно сказать, международным стандартам. Там есть кинезиотерапия, и локомоторная терапия, и там разные тренажеры, ванны, то, что нужно для... В основном там реабилитация проводится по трем направлениям. После кардиологических заболеваний, кардиохирургии, после травматологии, ортопедии и нейрореабилитация. Один из важных направлений. То есть для того, чтобы провести все необходимые реабилитационные мероприятия, в Дару все условия есть. Но здесь хотел бы подчеркнуть, раз зашел вопрос о гарантированном объеме бесплатной медицинской помощи, вот те, значит, реабилитационные мероприятия, которые проводятся в Гринько-Дару, не все входят в перечень гарантированного объема бесплатной помощи. Но, в частности, вот локомоторная терапия, кинезотерапия, она не входит в гарантию. И тогда вопрос, участились случаи, когда берут плату за услуги? Вот это какие услуги, когда можно и вообще это не зашел? Значит, платные услуги, они проводятся в лечебных учреждениях, в том числе и в Дару, если этот объем не входит в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи. Вообще, перечень тех лечебных манипуляций, тех мероприятий, которые входят в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, она вывешена в каждом лечебном учреждении, можно подойти и узнать. Здесь хотел бы я еще раз подчеркнуть, вот по реабилитационному центру Дару, вот локомоторная терапия, кинезотерапия, она же не входит в гарантированное объеме бесплатной медицинской помощи, но областной Акимат для жителей именно Актюбинской области выделил дополнительные средства сверхгосударственных заказов. Именно для инвалидов Актюбинской области. Да, это стоило, я думаю, вспоминать. И пациенты, которые нуждаются именно в этих мероприятиях реабилитационных, они могут бесплатно пройти. Спасибо. Света Серович, к нашей беседе присоединился телезрители. Доброе утро. Алло, здравствуйте. Доброе утро. Можно быстро ваш вопрос? Очень много... Я хотела бы задать вопрос, когда решится вопрос с транспортом, потому что я инвалидовая группа, связанная с позвоночником, с ногами болезнью. Спасибо. Спасибо большое. Передвижение затрудняет. Тоже как-то серьезно. Ну, это через управление социальных программ, есть управление у нас, можно обратиться туда. Инвотоксины. Инвотоксины, да. Через управление соцзащиты можно организовать. Но если, допустим, касательно лечебных учреждений, мы говорили о социальных работниках, если есть необходимость доставить пациента в поликлинику или из поликлиники обратно домой, то поликлиники тоже могут оказать необходимое. Есть такая служба. Есть возможность доставить автотранспортным лечебным учреждениям пациента только по медицинским показаниям. Все понятно. А вот соцработники, если мы говорим о детях и инвалидах, с ними рядом есть опекун, то есть родители. Либо опекун. Там соцработник нам нужен и вообще по закону вообще... И как часто те же соцработники или участковые врачи, они чаще посещают людей с особенными возможностями? Ну, значит, по детям и инвалидам. Конечно, соцработники с 2013 года, они штат амбулаторно-поликлинических организаций введили для того, чтобы именно помогать именно лицам с ограниченными возможностями. Не делятся это дети, взрослые. Если есть, допустим, даже родители, они работают. Есть определенные домашние заботы. Если нет времени, они могут в любой момент вызвать. Конечно, часы работы амбулаторно-поликлинического учреждения социального работника. И социальный работник, в принципе, может помочь доставить лекарства или что-то дополнительное, какие-то необходимые есть по медицинским показаниям, то социальный работник как раз таки может помочь. Именно по этому вопросу родителям необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства, тому поликлинику, куда они прикреплены. Отлично. Хорошая новость. У нас есть еще телефонный звонок. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Задавайте свой вопрос. У меня небольшой такой вопрос. Как с вами можно связаться, чтобы не заставлять эфир долго? Спасибо большое. У нас областное управление здравоохранения находится в здании областного Акимата. В принципе, каждый день мы принимаем. Телефон 56 30 55. 56 30 55. И каждую пятницу у меня приемный день. Все желающие по определенным вопросам обратиться непосредственно к руководителю областного управления здравоохранения, в пятницу каждую неделю могут обратиться. И еще вот один очень важный аспект. Как обстоят дела с бесплатной лекарственной помощью? Бесплатно лекарственные препараты отпускаются в соответствии с приказом 786 Министерства здравоохранения и соцразвития. Если это лекарственные препараты, он входит в перечень приказа, то они отпускаются бесплатно. Есть 49 нозологий, более 400 препаратов, которые отпускаются бесплатно. Со стороны общественности, извините, перебью, есть нарекания по поводу этого? Или лекарства нет, или лекарства, которые предлагают бесплатно, но не устраивают? Прокомментируйте. В принципе, на сегодняшний день по амбулаторному лекарственному отпуску срывов никаких нет, но есть вопросы. К нам обращаются в областном управлении здравоохранения. Здесь вопрос такой, не все лекарственные препараты отпускаются бесплатно. Иногда люди недопонимают, просят те лекарственные препараты, к которым не входит в перечень гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. И второй вопрос. Лекарственных препаратов очень много. Допустим, есть международное название одно, есть много коммерческих названий, кроме того, один лекарственный препарат выпускает несколько фирм, там названия совсем разные. И, допустим, больной просит одно лекарственное препарат, но у нас есть другое, действующее вещество одно и то же. Поэтому мы, конечно, объясняем и мы отпускаем те лекарственные препараты. Это препараты первого поколения или это препараты последнего поколения? Ну, вы понимаете, так не делятся они. Есть оригинальные препараты, есть генерики. Оригинальный препарат, конечно, он дорогой, есть генерики. Ну, генерика выпускается через определенное время после того, как оригинальный препарат выпущен, когда получает необходимые разрешительные документы. Но они ни в коем случае, есть литературные данные, есть научные исследования, которые проводились в этом направлении, генерики ни в чем не уступают в эффективности к оригинальным препаратам. Есть разница в цене, в цене только. Очень мало времени, так о многом хотелось с вами поговорить. Тема объемная, но тем не менее у наших телезрителей есть возможность непосредственно обратиться к вам. 56, 30, 55, да, этот номер, по которому наши телезрители могут свободно обратиться к вам. И прием у вас... Каждую пятницу. Спасибо большое. Спасибо, что уделили нашему эфиру время и пришли сюда, поделились с нами важной темой. Уважаемые телезрители, мы напоминаем, мы сегодня говорим о теме, о возможностях, ограниченных возможностях и людей, и в целом ситуации в городе. Совсем скоро вернемся в студию и продолжим говорить на сегодняшнюю тему, а пока небольшая реклама и свежий выпуск новостей.